Всех приветствую, друзья! Курс доллара на сегодня 92 рубля, курс евро 99 рублей, евро немного падает. Итак, на сегодняшний день давайте рассмотрим новости важные на текущий день, которые повлияют для жизни каждого, а также и экономические вопросы разберем, и прогнозы по курсу доллара, и по акциям. Подписывайтесь на канал, чтобы все это не пропустить, также подписывайтесь на канал, который будет в описании и закрепленный комментарий, и поехали! Согласно отчету Центробанка, максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках России в 3 декаде марта составила 14,8% против 14,7% ранее, это согласно отчету Центробанка. И да, ставки сейчас высокие, сейчас выгодно открывать на 1 год, и естественно лучше открывать не полностью, не все деньги вводить туда. Хоть это и безопасно в плане того, что АСВ компенсирует, даже если вы откроете в тетрадочной банке, но все равно все деньги вкладывают туда, где 14% даже не покроет инфляцию, но это, конечно, не очень. Вы знаете, я сторонник диверсификации, но диверсификация не такой, что по 100 активов раскидать, и по чуть-чуть, и там, где, ну, просто где-то увидим падение, где-то рост, и, соответственно, не поймешь, где что лежит. Я сторонник того, что нужно диверсифицировать несколько активов, но в любом случае не забывать. Так вот, как оказалось, россияне и китайцы скупили почти половину квартир в Таиланде, выставленных на торги. По данным Тайского информационного центра недвижимости, в 2023 году китайцы купили 6,6 тысяч объектов, а россияне 1,2 тысячи объектов, получается. При этом всего за 2023 год в Таиланде было продано 14,5 тысячи домов и квартир на 2 миллиарда долларов. То есть, получается, здесь в любом случае половину, наверное, китайцев приходится, потому что у россиян несколько раз меньше, чем у китайцев объектов недвижимости купленных. То есть, 6,6 и 1,2, это примерно в 5,5 раза больше у китайцев. Но в любом случае китайцев денег больше, там и прирост миллиардеров, получается, больше и другого. То есть, ну, в любом случае россияне идут вкладываться в другие объекты недвижимости, потому что мы понимаем то, что по Турции там произошли кое-какие проблемы. Лира нестабильна. В Арабских Эмиратах также многие съезжают, то, что там есть кое-какие тоже проблемы и отток оттуда происходит. И вот россияне ищут новые объекты, куда бы вложить и пристроить деньги. Это Таиланд. Но в любом случае до Таиланда еще лететь и лететь. Это не Турция, где несколько часов и ты уже можешь быть в своей квартире. До Таиланда еще долететь надо. В любом случае понимаем то, что покупки производятся экономически активные части населения. Другим же даже не хватает на покупки квартиры и в России. Вот эту инфографику, надеюсь, видите на экране и оказывается лишь в нескольких регионах России могут купить на среднемесячную зарплату хотя бы один квадратный метр жилья. Среди них это Ненецкий автономный округ, Магаданская область это два, Хантамантинский округ это три, Камчатский край четыре, Мурманскую область пять и Ненецкий автономный округ это пять. Получается так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, нет, шесть вру, шесть округов получается только в шести могут купить, а в остальных нет. Тут даже я и Москву не увидел в них и другие крупные регионы типа Свердловская область, Краснодарский край, Республика Тарстан, то есть нет в этих списке. При этом за последние три года рост зарплат в России составил почти 59 процентов. То есть грубо говоря, зарплаты растут по статистике, но в то же время растет и стоимость жилья значительная, то есть она опережает рост зарплат. Поэтому получается мы с одной стороны видим, что россияне скупают недвижимость везде, где можно, но хотя и несколько раз меньше, чем китайцы. Это и в Турции, и в Арабских Эмиратах, и в Таиланде. В то же время купить среднестатистическому россиянам жилье становится все сложнее и сложнее. То есть вот такой казус. И люди уезжают в другие страны покупать, например, недвижимость, и там, например, могут и попасть. Оказывается, вот в Таиланде задерживают россиян. По моей информации, задержали там двоих россиян за обмен криптовалют, и по данным полиции, россиянам также принадлежит магазин в продаже каннабиса. Исследователи считают, что он используется в качестве офиса для обменных операций. То есть это тоже запрещено по законам Таиланда. Так же, как видите, здесь, вот согласно этой статье, заработаю с гидами. То есть вообще по правилам Таиланда, если не ошибаюсь, просто подошел в кафе, открыл ноутбук и начал что-то там печататься, ты уже нарушил закон, если не ошибаюсь. Ты работаешь в чужой стране, и, соответственно, работать нельзя. Поэтому ты должен приехать и отдыхать. То есть об этом, конечно, мало кто знает. То, что законы суровые в этом отношении, но в то же время не всех ловят, и поэтому думают, что можно как бы проскочить между струек. Но не всем это, естественно, позволительно. И поэтому у нас получается вот такая ситуация. Многих задерживают и задерживают отлично. Обязательно подписывайтесь на данный канал и ставьте лайки под данным роликом, потому что важно каждая ваша подписка. Также подписывайтесь на телеграм-канал, они в описании будут. Это важно для мотивации, так скажем. Так вот, еще сообщается то, что айтишники массово уезжают из России. То есть снова спрос айти-специалистов на получение ВНЖ в Европе в начале 2024 года опять взлетел на 233% по сравнению с прошлым годом. Основная часть заявок приходится на Францию. Это около 80% всех запросов. То есть айтишники, как видите, уезжают. То есть 80% это заявки на Францию. Но в то же время министерство цифры не увидело массового оттока айтишников из России. То есть по данным министерства, две трети уехавших в 2022 году. Специалисты опять же вернулись. Кроме того, по данным Росстата, количество айти-специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13%. Составило 857 тысяч человек, заявила миницифра. То есть с одной стороны уезжают, а с другой стороны и приезжают. Потому что немногие выдерживают, например, западного мира. Там тоже есть нюансы свои. Об этом многие знают. Если есть какие-то истории, поделитесь, пишите в комментариях. Я вообще доволен всегда, когда вы пишете в комментариях. Та же самая Набиулина. Вспомним, два года назад она говорила и жаловалась, что не хватает сотрудников в Центробанке. Там многие десятки тысяч хоть и работают, но не хватает хороших специалистов. Это все-таки айти-персонал. Он отвечает за очень многое. То есть она жаловалась тогда. А сейчас министерство цифры не увидело массово того, как оказалось. Вот как-то так. И досматривайте этот ролик до конца, чтобы именно понять все прогнозы мои. Потому что очень много комментариев приходит о том, что когда, что, когда. Потому что, скорее всего, 99% этих, кто пишет, это те, которые не досматривают ролики. Поэтому доллар-то у нас сейчас находится внутри треугольника. И в своем телеграм-канале я часто посты делаю по поводу доллара. То есть тут, как видите, по срокам даже, по пересечению вот этого треугольника, вот этот треугольник у нас пересечения получается, ну, примерно 15 апреля. То есть сейчас 5 апреля по дате еще недельку, возможно, простоит в таком треугольнике. Поэтому учтите, те, кто ожидает обвала прямо здесь, прямо сейчас, ну, могут, соответственно, пострадать. Пострадать в плане того, что избыточной своей, так скажем, психической составляющей, когда вот-вот это наступит. И это не наступает, а рынок делает тогда, когда уже все отойдет. Вот посмотрите на тот же Сбербанк на графике. Сбербанк у нас до этого показывал рост практически каждый день. И выстреливал он позавчера, выстреливал на несколько, ну, на 2,5%, когда о нем все забыли. Забыли в новостях, забыли везде. Вот тогда это все и выстреливает. А вот когда ожидают, что именно 18 марта у нас случится обвал к курсу доллара, именно после выборов, ни минуты раньше, ни минуты позже, в 7 часов по открытию Московской биржи случится обвал. Вот тогда он и не случается. У нас происходит боковик, зажатости. Об этом я писал в своем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы все это не пропустить. И вот и получаем то, что рынок двигается тогда, когда мы этого не ждем. Тогда рынок двигается, так же, как и со Сбербанком. Кто выиграет в этом случае? А те, кто именно инвестирует. Например, те, кто раскидывает свою рублевую массу, так скажем, по валютам, и они получат именно несколько десятков процентов роста по валюте. И те, кто, например, вложились в недооцененные акции, те же люди тоже выиграют от этого. А те, кто ждут, вот именно завтра мне подавайте обвал на блюдечке, или я уйду, вот те в любом случае проиграют. Опять информация появилась по поводу автопрома. Вот Национальное бюро кредитных историй часто, кстати, сообщает нормальную информацию, которая именно актуальна на самом деле в выдаче автокредитов в январе-феврале. В Российской Федерации выросло в два раза до 272,7 миллиардов рублей. И около 70% автомобилей в Российской Федерации в 2024 году могут быть проданы в кредит. Об этом сообщил также крупнейший банк. Вот как-то так. Естественно, большинство покупаются в кредит автомобилей. Уже редко, где можно увидеть и по недвижимости автомобилям, что приходил человек в автосалон или застройщику и просто валивал свои наличные деньги и покупал. Это, конечно, маленький процент. Там у недвижимости вообще несколько процентов уже составляет. По автомобилям это может быть 30 или 20 процентов, но мы понимаем, что это все равно деньги, полученные откуда-то. То есть он продал сначала автомобиль, а потом покупает, с этими деньгами приходит и покупает другой автомобиль. И в любом случае это не те деньги, которые человек копил, так скажем. То есть копить сейчас невыгодно. Копить невыгодно ни на квартиру, ни на машину невыгодно. У меня там в комментариях писали то, что берите в кредит все. И даже должность мэра, если вам дают в кредит, берите ее. То есть очень хороший комментарий иногда мне пишут, и поэтому пишите комментарии. Все комментарии я читаю и иногда отвечаю на них. Но чаще же я на комментарии отвечаю именно в этих роликах. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы все это не пропустить. И мы в этих роликах уже начали рассказывать про некоторые проблемы внутри России. И у кого нет проблем, те, естественно, покупают недвижимость в других странах, как инвестиция. Так вот, вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова уже заявила, что до 2020 года прожиточный минимум в стране вырос на 36,7%. Показатель превысил уровень инфляции на 6,4% за тот же период, добавила она. С 2024 года прожиточный минимум в России составляет 15453 рубля на душу населения. Она говорит, что с 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда увеличен на 18,5% и составляет 19242 рубля. Это на 14% выше прожиточного минимума трудоспособности населения, говорит она. Но в любом случае вот этого минимума не хватает на те средства, о которых мы только что разбирали, не на квартирах в Таиланде тем более. Не на машины и не на квартиры, поэтому приходится брать кредиты. Но ставка у нас сейчас высокая пока, мы сейчас перейдем к ставке. В любом случае мы получаем здесь и среднее что-то по больнице, это что-то связанное с голубцами также, как понимаете. То, что у кого-то так, у кого-то сяк. И в любом случае это не хватает на покупку автомобилей. Но как видим население скупает именно китайские автомобили. То есть вот доля продаж китайских брендов в 2023 году в России превысила 50%. И жители крупнейших мегаполисов все активнее пересаживаются именно на китайские электромобили и гибриды. И как сообщает Синьхуа со ссылкой на исследование Oxlabs и Euromir, российский автомобильный рынок продолжит расти и может достигнуть 1,8 миллионов единиц в 2028 году в базовом сценарии. Ключевыми драйверами роста станут субсидирование автопроизводителей и автокредитование, локализация китайских производителей, а также ожидаемое снижение ключевой ставки развития электротранспорта. Ну, во-первых, снижение ключевой ставки мы не видим и в ближайшие полгода мы это скорее всего не увидим. Во-первых, во-вторых, локализация, локализация, а сами китайцы на чем ездят? То есть, сколько видео этих я видел, что китайцы сами предпочитают японский автопром или другие марки. То есть, они не ездят на своем. А мы живем в другой климатической зоне, нежели китайцы. И не заваливать снегом, так же, как россиян заваливал снегом. Это, конечно, избежали некоторые регионы в России, ну, а другие не избежали. То есть, снега было очень и очень много где-то. В другом моменте, наоборот, воды было много. Вот эти все климатические факторы, если получат эти китайские автомобили, выдержат это все. То есть, уже сколько видео появилось в интернете о том, что они выдерживают банально. То есть, начинают гнить, начинают стареть, начинают отламываться. У кого-то педальки даже отламываются. Это я не говорю про то, что снизу они же не поднимают его и не смотрят то, что под дни чем там находятся. И поэтому я пока что сикептически отношусь к китайскому автопрому. Если это не так у вас, так же напишите. Может быть, я не прав в этом отношении. И вот многие средства люди хранят. И многие люди хранят средства в юане. Посмотрите на графике юаня. То есть, не стоит, на самом деле, я думаю, хранить в юане просто так, не посмотрев анализ. Поэтому этот ролик досматривайте до конца и ставьте лайки. Он только за прошедшие недели, например, упал больше чем на 1%, например, юань. Хотя доллар стоит на месте. Поэтому многие могут наблюдать ситуацию, что, например, доллар растет, а юань падает. Почему так? Вот и причина. То есть, юань падает. Естественно, основная причина – это доллар, индекс доллара. То, что у нас то падал, то рост. Сейчас посмотрим на индекс доллара. Но в любом случае, вот мы получаем ситуацию, что юань падает. Да, он может сейчас нарисовать в дальнейшем что-то вроде двойного дна и развернуться. Вот здесь одно дно, здесь второе, может быть, нарисует что-то такого. Но мы еще не дошли до этих точек, то есть, на точке разворота. То есть, чтобы говорить об этом точно, будет разворот или не будет. Потому что уже вот в этих точках начинает китайский правительство валивать деньги, чтобы не обвалился юань еще больше. Но пока что именно предпосылки к обвалу идут. Будут у них денег, чтобы поддерживать, чтобы выправить, чтобы именно не было обвала и хотя бы на этом боковике оставался. Вы поэтому, те, кто вкладываете юань, тоже как бы зависите от этой ситуации. Это достаточно может быть плачевно для вас, потому что юань это юань. То есть, юань к рублю это все-таки производная курса доллара на юань к доллару. А сам юань к доллару зависит от индекса доллара. Вот такая форма. Поэтому будьте аккуратнее в первую очередь. И во что же вкладываться тогда, спросите вы. Но я скажу то, что до сих пор, что я говорю, это валюта на выгодных точках и недооцененные акции. То есть, Сбер, хоть я и не любитель его приложений, но мне нравятся некоторые сервисы, конечно, Сбера. Но в любом случае, стоит присмотреться к Сберу. Я не люблю другие компании, на самом деле. То есть, ну, тренд is your friend. То есть, помните то, что пока идет тренд, можно откусить от этого тренда и уйти. Не нужно быть фанатом Сбера, там, как на картинке, то же самое. Рынок посчитал, что выплаты Сбера своим акционерам могут оказаться выше ожиданий. Сейчас политика Сбера в этой части заключается в том, что выплачивать 50% чистой прибыли. То есть, видите, по крайней мере выплачивать. Другие, типа как ВТБ, и кидают, и говорят, денег-то нет у нас. А у самих деньги есть, но направляют на другие части, размывают долю акционеров. Сбер, по крайней мере, так не действует. Он работает более этично в этом плане, поэтому мы и получаем такой тренд. Я не говорю про другие вещи, про 90-е и так далее, сейчас не об этом. Но так как банк является государством, то возможно, что государство будет наставить на более высоком коэффициенте. То есть, мы не забываем то, что очень большие средства получает государство, потому что основной акционер, естественно, это государство. И тем самым происходит перераспределение доходов от кредитной организации в пользу государства, как основного акционера. Но в плюсе оказываются миноритари, поэтому акции Сбера дорожают. Вот как-то так. Поэтому не забываем, что выгодно, как я говорю, вкладываться, не даться у нее на акции, среди них Сбер. Но, естественно, не нанести все деньги, как я до этого говорил в начале ролика, во вклады, или полностью в юане, или в Сбер полностью. Нужно диверсифицировать портфель, в то же время не идти в какие-то убыточные пустышки, типа Газпрома, который может оказаться. И оказаться он просто болтаться в нуле. То есть, из-за этого вы получите около нулевой рост. А если вы получаете около нулевой рост по итогам года, то вы, получается, потеряли деньги. Потому что инфляция у нас выше 20% может оказаться по факту. Если вы не зарабатываете выше 20% за год, то вы теряете деньги. Также информация по Сберу и по застройщикам. То, что минимальный размер комиссии для застройщиков от Сбера теперь составляет 4,9%, что ниже на 2,6% пункта. И благодаря смягчению условий льготного ипотечного кредитования со стороны банка, застройщики могут снизить свои расходы, рассказал директор дивизиона Дом Кликсбера. И после декабрьского ужесточения требование правительства РФ к заемщикам при оформлении льготной ипотеки снизилось. И маржинальность продукта. Банк вспомнил старые инструменты, которые позволяют продолжить продажи. И с 5 апреля размер комиссионного вознаграждения для всех застройщиков при выдаче льготной ипотеки в сегменты, где необходимы субсидии. Теперь это будет снижено. Вот как-то так. Поэтому, в принципе, это плюс для обычного человека, который будет по льготной ипотеке покупать жилье. Но не забываем то, что Набирон до этого сказал, что собирается уничтожать для массового сегмента льготную ипотеку. Вы помните, она много до этого что заявляла, и Центробанк заявлял. Так вот, говорится, что несмотря на введение Банком России ограничений на выдачу необеспеченных суд, число владельцев кредитных карт в России выросло в втором полугодии 2023 года на 19%. По сравнению с первой половиной года и составило 27 миллионов на конец года. В то же время число заемщиков, взявших кредит наличными за второе полугодие 2023 года сократилось на 100 тысяч. И вот как-то так. То есть это минус полпроцента к первой половине, не составив на конец года 24 миллиона человек. То есть вот такую статистику приводит по поводу кредитных карт также и Центробанк. Еще меня спрашивают часто, ну а окей, на чем еще заработать? Зарабатывать можно? То есть сообщается то, что серебро исторически дешево по отношению к золоту и опоздавший на ралли золот сейчас начинает активно обращать внимание на серебро. Это во-первых. Я бы, конечно, сам на серебро пока не обращал внимания. Я бы обращал внимание на золотодобычек. Сегодня вышла новость из Госдумы по поводу золотодобычек. Это понятное дело. Но до этого я говорил, что выгодно вкладываться в полюс. И посмотрите, полюс вырос после этого практически больше, чем на 28%. Он на треть свой вырос после того, как я посоветовал обратить внимание на полюс. На американском рынке я советовал другие компании, типа Anglo Gold. Окей, ну а что еще? То есть, во-первых, это алюминий, не забываем. То есть, сейчас открою. Есть алюминий, есть Русал. Посмотрите, как компания за прошедшие несколько дней выросла. То есть, на 13%. Сейчас я плавно перейду. О чем я хочу сказать? То, что если кто-то опоздал на поезд, есть другие моменты. То есть, Русал, это получается максимум с ноября 2023 года сейчас. Также цен на алюминий максимум за один год. То есть, Русал до этого корректировался, как мы видим. Сейчас вырос на очень много процентов, но не так сильно, как другие. Так вот, можно покупать те компании, которые не только недооцененные сейчас, но и которые обладают потенциалом роста в плане того, что они продают. Например, золотодобытчики продают золото, понятное дело. Но они продают по какой цене? Не по заниженной же, а по повышенной цене, которая сейчас. И они только начали это продавать по такой цене. А дальше еще больше будут продавать. И что это значит? Прибыль увеличится, отчетность увеличивается, соответственно, по прибыльности. И, соответственно, увеличится цена акций. Также, поэтому мы видим и по алюминию также. Русал растет из-за этого. Вот такие вот зависимости на самом деле получаем. То есть, те, кто опоздал на поезд, например, по биткоину, по золоту. То есть, они могут еще заехать те компании, которые именно продают это. Потому что, например, на американском рынке есть компания пустышки, так называемая. Например, там MicroStrategy, которая просто сейчас владеет биткоином. Ну и что? Но она же его не производит, грубо говоря. То есть, и поэтому вкладываться в эту компанию можно как по соотношению биткоин. То есть, по цене биткоина. Но не производят. А вот золотодобытчики, они добывают золото, продают. Также и Русал, он продает алюминий. Поэтому я бы присмотрелся именно, не только именно к этим конкретным компаниям. А именно выбрал бы именно конкретные компании по недооцененности. Во что я точно не советовал бы вкладываться. Это, конечно, не является независимой рекомендацией. Это пустышки. То есть, естественно, на таком хайпе, как сейчас биткоин, например, будет дорожать. И мы увидим такую ситуацию, то, что будет стрелять всякие мемкоины. Так скажем. И вот новый мемкоин от Салан лишил инвесторов денег. Интересное у него название. Посмотрите. Боба Опа. То есть, опа-опа. Кому-то пришла опа реально. То есть, вот пользователь купил криптотокенов на пресейла на 10 тысяч долларов. Представьте себе. И теперь они стоят 129 долларов. То есть, они обрушились на 50 процентов. Потом еще обрушились. Поэтому будьте аккуратны. То есть, человек ложился 10 тысяч долларов и думал, станет уже, наверное, долларом миллионером. А по факту он просто потерял свои деньги. То есть, можно потерять деньги. То есть, не все зарабатывают деньги. Почему-то здесь также работает история выжившего. То есть, кто-то получает деньги, кто-то зарабатывает, а кто-то нет. Многие теряют деньги. Поэтому будьте аккуратны. Что стоит за этой валютой? Вы задавали, например, что стоит за этим, так скажем, монетой конкретно? Может быть, ничего не стоять. То есть, просто обещание, что-то когда-то что-то выстроили, это всего лишь обещание. Поэтому будьте аккуратны. Также я не говорю, что нужно полностью вкладываться в доллары, в евро. Вы сами прекрасно знаете. Вообще, этот канал не является внецелемной рекомендации. Но в долларах, я считаю, можно держать часть средств. Так вот, доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам февраля составила 46,56% пункта. Это минимум с июля прошлого года. Доля второй самой популярной валюты евро выросла на 0,23% пункта до 23,25%. То есть, можете, в принципе, также диверсифицировать, как SWIFT, как Центробанки многих стран. То есть, как видите, SWIFT 46,5% это доллары, 23% это евро. То есть, можете тоже так же диверсифицировать. То есть, большую часть уводить на доллары и часть уводить на евро. До этого я также рассматривал моменты, что где потратить эти доллары, где евро. То есть, доллары потратить можно, если, например, недвижимость какую-то покупать в определенной стране, в том числе самой Турции или еще где-либо. Но купить, вот просто прийти что-то, ну, на них, наверное, сложно будет, если, конечно, не экскурсии где-то в Египте. Потому что доллар не ходит так сильно. А вот евро, он, по крайней мере, ходит в еврозоне, и евро можно будет потратить, так скажем, в еврозоне. Вот у меня там в комментариях писали до этого то, что можно перекинуть доллары в евро и потратить в евро. Но, окей, не у всех же есть счета, чтобы перекидывать доллары в евро, например, в каком-то банке европейском. А вот, насколько я знаю, перекинуть доллары в евро в Европе стоит, для меня, например, это дорого. Это, может быть, 10%, может быть, несколько процентов. Но мы, например, россияне, не привыкли столько платить за такую конвертацию, мы привыкли платить копейки или какие-то суммы такие, ну, в несколько процентов, там, но не в 7, не в 10, не в 15, не в 20 же процентов конвертации. А в европейских странах, насколько я вот заметил, это нормально. И, на самом деле, в российских банках тоже есть много плюсов, в которых, я думаю, нет этого в европейских банках или в других западных странах, или еще где-то. Это, например, переводы между своими счетами быстро есть там такое, нет, может быть, я просто что-то не знаю, пишите в комментариях. Так вот, российские банки готовятся к вступлению в СИО с 1 мая закона о бесплатных переводах до 30 миллионов рублей между своими счетами. То есть, большинство из банкиров к нововведению готовы или уже отменили комиссию. Так, например, в Тинькове заявляют, что подобных комиссий у них и так не было самого запуска переводов по службе быстропереводов и для переводов самому себе и другим людям. А вот Дом РФ готов запустить схему уже раньше 1 мая, получается. А в Сберии сообщили, что Сбербанк планирует запустить эту услугу к 1 мая в соответствии с требованиями федерального закона. И такой же план озвучили и другие крупные государственные банки. В целом, вообще, банкиры считают, что вступление закона в силу оживит рынок и усилит конкуренцию, и клиенты смогут активно перемещать пассивы между кредитными организациями, выбирая наиболее подходящие условия. В принципе, в этом я тоже вижу много плюсов, потому что, ну, я как говорю, такого тоже мало где есть. И поэтому многие уже сейчас и оплачивают с Сбп и уходят от аналогов через Сбп. Поэтому ситуация, в принципе, такая позитивная. Другое дело, если это будет негатив в плане того, чтобы подрессировать людей, прежде чем ввести, например, новую цифровую валюту, это другой вопрос. Возможно, просто дрессируют сейчас. И такая вот дрессировка. Вот мы подрессируем и в дальнейшем уже введем там цифровой рубль, чтобы они привыкли, так скажем. Возможно, и такое. Поэтому нужно быть на чеку. Но пока что, если есть плюсы, конечно же, лучше пользоваться данными плюсами. И, естественно, нужно пользоваться. Давайте рассмотрим наш российский рынок. Сегодня он падает на полпроцента. Но даже это не падение, потому что все прошедшие дни он только и рос. Это такая маленькая пятничная коррекция, потому что здесь сработало правило, то что, помните, он в понедельник как сильно рос. То есть, обычно в понедельник все растет. В пятницу падает, потому что в пятницу многие фиксируют позиции. В понедельник, наоборот, покупают также и трейдеры. Поэтому мы видим то, что видим ситуацию. То, что в понедельник растет, в пятницу падает. Вот поэтому такая ситуация. До этого я рисовал здесь что-то подобие нисходящего клина или нисходящего флага. То есть, это, в принципе, у нас бычая формация. Он выбился и даже, как видите, здесь оттестировал, так скажем, эту границу. Об нее, так скажем, ударился и отлетел, так скажем. Вот. То есть, делал ретест. Ретест этой части и улетел вот таким образом. То есть, это был либо клин, либо флаг. Больше, конечно, похож на клин, потому что все-таки идет сужение здесь. Но это не важно. Формация отработана и индекс летит вперед. Как вы знаете, первую основную причину я связываю именно с ростом Сбера, в первую очередь. Но и немаловажна другая причина. То, что это уверенный подъем российского рынка. Акции в последние недели связаны еще с активными покупками под дивиденды и ростом именно нефтяных котировок. То есть, мы знаем ситуацию, то, что у нас растет бренд. То есть, это в долларах, соответственно, бренд, хоть и Юрлс от нее отстает очень мало. То есть, у нас рост нефти идет. Это очень важная причина. И вторая, из-за этого растет, естественно, российский рынок. То есть, просто трендом вперед. И вторая причина, это, естественно, покупки под дивиденды. Многие покупают компании под дивиденды. И вы знаете то, что Сбербанк, скорее всего, не будет кидать акционеров и у нас миноритариев с дивидендами. Поэтому покупка идет под дивиденды. Многие компании из индекса покупаются под дивиденды. Поэтому деньги вкладываются, даже если выплачены были дивиденды в рублях, деньги опять реинвестируются в рынок. Из-за этого мы видим ситуацию, то, что рынок растет. Есть какой-то негатив и много негативного в новостях происходит. Но именно это не влияет в данный момент. Потому что на страхах многие пользуются. И на самом деле мы пока не видим обвала. Но в любом случае обвал будет. Будьте начеку. То есть рынок, в любом случае, как я до этого рассказывал, по схеме Вайкова войдет именно в стадию распределения. То есть он начнет распределять. Вы просто, может, забыли ноябрь 2021 года, когда именно даже индекс Московской биржи был в распределении. Сейчас откроем. Вот именно его. Да, вот октябрь, ноябрь. Как видите, здесь и дивергенции по всем фронтам были. И после ноября и декабря пошло падение. Тогда и не было никакого СВО. Да, мы тогда начали падать на СВО очень сильно. Но, по крайней мере, вот еще до СВО индекс Московской биржи сильно упал. Упал тогда практически на 20%. И вот эта коррекция как раз-таки была вызвана тем, что рынок раздал свое, раздал акции и пошел на снижение, чтобы генерировать убытки. Рынок это все-таки непечатный станок, чтобы всем подряд деньги раздавать. Денег для всех не хватит. Убытки будут у многих. И, соответственно, заберут деньги немногие. Поэтому будьте аккуратнее, будьте на чеку. Те же, кто покупает акции просто тоже для дивидендов, тоже это не совсем тоже выигрышная стратегия может оказаться. Если вы купили просто акцию на Абум, она упала и провалялась. И вы заработали на дивиденды 7-8%, а акция упала на 10%. Вы оказались в минусе. И такое может быть. Поэтому просто тупо брать под дивиденды, это тоже не совсем выгодная стратегия. Если акция растущая, ростовая, плюс еще дивиденды выфлачиваются, это, естественно, является бонусом. Но не так, чтобы скупать просто для дивидендов. Этим только занимаются в основном хомяки. Поэтому не будьте хомяками. Подписывайтесь на данный канал, ставьте лайки. Важен каждый ваш лайк. Подписывайтесь на телеграм-каналы под этим роликом. Важна каждая ваша подписка. Всем спасибо. Удачных вам сделок на рынке.